Запись информации в базу данных MySQL с помощью PHP. Чтобы сделать запись в таблицу базы данных MySQL с помощью PHP, необходимо совершить следующие действия. Получить информацию с веб-страницы с помощью HTML-формы. Подключиться к базе данных MySQL. Переводим данные из HTML-формы в формат базы данных. Проверить корректность подключения к базе данных. Откроем Sublime Text. Нажмите Ctrl-N, чтобы открыть новый файл. И нажмите Ctrl-S, чтобы сохранить файл как индекс PHP. Напишите название нашего PHP-файла. Сформируем HTML-форму для получения данных с веб-страницы. Работа с базами данных в PHP. Мы создали таблицу Uses с полями ID, Name, Age. Напишем PHP-сценарий, который добавляет запись в эту таблицу. Сохраняем файл, и проверяем PHP-сервере. Мы создали такую простую HTML-форму. Теперь нам нужно написать PHP-код для сохранения записанных данных в базу данных. Сформировать SQL-запрос на запись в следующем формате. Работа с базами данных в PHP. Мы создали таблицу Uses с полями ID, Name, Age. Напишем PHP-сценарий, который добавляет запись в эту таблицу. Осуществляем подключение к базе данных MySQL и делаем проверку на корректность. Переводим данные из HTML-формы в формат базы данных MySQL. Формируем и осуществляем SQL-запрос на ввод данных в таблицу базы данных MySQL. Проверяем осуществление SQL-запроса на корректность. Закрываем соединение с базой данных MySQL. Пример работы PHP-скрипта. Теперь мы проверяем PHP-MyAdmin, чтобы записанная информация хранилась в базе данных. Можем зайти в PHP-MyAdmin и проверить таблицу Uses. Запись была добавлена. Информация, которую мы ввели в HTML-форму, успешно сохранена в базе данных. Добавим в базу другую информацию и проверим. И все, наш сайт работает отлично. Мы записали HTML-коди тип текст, в котором мы записываем поле возраст пользователя. Мы меняем тип number, чтобы пользователям было удобнее носить возраст. Полный код PHP-скрипта добавления записи в таблицу базы данных. На этом урок завершен. Всем спасибо за внимание.